Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Вечерний разговор». Меня зовут Александр Стукалов. А в гостях у меня сегодня, если я сейчас начну перечислять все должности, которые занимал этот человек, зайдет минут 15. Поэтому я буду говорить коротко. Академик Европейской Академии Нуки и Искусства с штаб-квартирой в Зальцбурге, доктор хабилитат Аурлиан Данилов. Добро пожаловать в данную передачу. Спасибо за приглашение. Да, Данил Аурлиан, значит, Дон-профессор, потому что, в принципе, хотя мы можем говорить с вами и на «ты», потому что мы давно знакомы, но, в принципе, будем говорить о рамках передачи, Дон-профессор, в принципе, есть почтение. Вот Ксану, опять же, вы все-таки академик, да. Насколько я знаю, что вот именно сегодня, 23-го числа, вы стали первым послом, сколько лет назад? 30 уже, получается, да? Ровно 30. 30 лет назад вы стали послом Республики Молдова в Республике Румыния. Тоже очень интересно. Как это так получилось? Вы же знаете, что были еще советским дипломатическим работником. Ну, получилось случайно, потому что тот опыт, который у меня был дипломатический до этого времени, то есть до 23 января 92-го года, у меня был небольшой дипломатический опыт. Ну, был, был, потому что до этого, в 91-м году еще был Советский Союз, и так получилось, что в 88-м году меня пригласили в советское посольство в Бухаресте на должность аташе по культуре, А потом, через три года, когда в Ясах решили открыть генеральное консульство Советского Союза, ну, была такая необходимость, потому что было уже то потепление Горбачевское, и стали выезжать многие отсюда, из Молдавии, в Ясы. Даже базары целые устраивали, в Молдавии. Сам ездили. Решили открыть генеральное консульство, да, и опять-таки, я думаю, что это по воле случая, меня назначили генеральным консулом Советского Союза в Ясах. Это был июль 91-го года, но все шло уже к тому, что было настолько все шатко, все шло к тому, что с Советским Союзом что-то должно стать. И стало в августе, как вы знаете, все это история с ГКЧП, а 8 декабря в Кишиневе уже избирали президента Республики Молдова. К этому времени, будучи в Ясах генеральным консулом, а вместе со мной был еще и консул от Молдавии, так было договорено с Москвой, чтобы половина персонала была из Молдавии, а половина из России. Был Виорел Мошану, сын председателя парламента, великого историка Мошану, царство его небесное. И директор, распорядитель был отсюда, еще кто-то из технических работников, а заместитель генерального консула, консул был господин Быков, хороший человек, очень был, к сожалению, его тоже нету уже, был из Москвы. И вот 8 декабря, когда избирали президента Молдовы, ну, кровь заиграла, и так на свою ответственность, вместе с теми, которые были из Молдовы, Мошану, Султан, Константин, гениальный директор, распорядитель был, тоже, к сожалению, его нет, царство ему небесное. Мы переехали, перешли в пруд, переехали. Да, вернулись домой. И пришли в Унгены. Да. И проголосовали за Мерчу Снегура, за первого президента Республики Молдова. И таким образом, мало-помалу, Советский Союз распадался, в декабре вообще его не стало. А в январе я уже приехал в Кишинев, в Министерство иностранных дел, приехал к министру, первому министру иностранных дел Николаю Цилу, который очень много сделал для становления вообще-то дипломатической школы в Молдавии. Он мне предложил, не мне предложил, а предложил господину Снегуру мою кандидатуру на должность посла. Митя Иванович согласился, тем более, что так получилось, 23 января он подписал декрет, а 25-го он должен был встречаться с господином Ильевску в Унгенах, даже не в Унгенах, а в Донуценах, там, так называемый дом колхозника. Ну, это были те дома, да, где встречались руководители, там немножко поразмышлять над будущим. И 25-го была договоренность. У Румынии, в республике Молдова, в Кишиневе был посол. Даже не посол, по-моему, он был Шеше Дафе, Бестричану, да, Бестряну, Бестряну. А Мирсий Иванович захотел тоже быть с послом на этой встрече, не только Ильевск. И как-то получилось интересно, что министр иностранных дел, ЦИУ, говорит президенту, вы знаете, господин президент, не получится, потому что декрет-то вы подписали, но пока он не вручит верительные грамоты президенту Румынии, он не считается послом. На что Мирсий Иванович очень так и удивленный, вроде бы, а что тут такого, и позвонил господину Ильевску. И говорит, вот так и так, я хочу с послом, но мне говорят, что вы должны получить верительные грамоты. Ильевску ему говорит, вы знаете, завтра я как раз получаю верительные грамоты у пяти послов. А президенты получают один раз, три месяца, два месяца, полгода верительные грамоты. Когда собираются, если ваш кандидат успеет приехать, это было 23-го, 24-го Ильевску получал верительные грамоты у пятерых послов. Тогда я приму. Это вообще-то было, я думаю, впервые в истории дипломатии. Мировой? Я думаю, в мировой. Чтобы так вручать верительные грамоты за сутки. В Швеции, например, я ждал восемь месяцев, пока меня приняли вручать верительные грамоты. Королю, да? Да, Королю. И что вы думаете? Это был разговор в обед. До Ильевску я должен сначала копии верительных грамот вручаться министру иностранных дел той страны. А потом уже. Я в этот день после обеда сел в машину, поехал в Бухарест. У меня еще, у меня ничего не было, я не знаю, если у меня был приличный костюм, чтобы, как? Сколько лет тогда было вам? У меня было уже 42-43 года. И там был Попов Михаил, вообще благодаря которому я попал первый раз как аташе по культуре в Бухарест. Он написал письмо, что посольство Румынии готово поддержать обмен, культурный обмен с Молдовой на безвалютной основе. Это значит, мы принимаем их, артистов, здесь, мы их кормим, мы их в гостиницу устраиваем, а они нас такое же количество. Ну, это отдельный разговор. И я на второй день, 24-го, в 12 часов был у министра иностранных дел, в 3 часа я был у президента, одному верительный грамм уже, у президента минут 10-15, как положено, поговорили потом, тет-а-тет. И я на второй день, 25-го января, я уже был в ранге посла, был уже вместе с президентом, потому что я оставался в Ясе. Утром рано я поехал в Дануцен, и часов в 10 утра состоялась эта встреча в Унгенах, в Дануценах, в этом лесу. Вот таким образом я был аккредитован первым послом Республики Молдова в Румынии. А в Чаушеску вы не встречались, в Чаушеску, в рамке, когда вы были советником советского посольства, не видели Чаушеску лично? Да, да, один раз мы виделись. Поскольку я отвечал за все культурные мероприятия, культурные связи с Советским Союзом, при Чаушеску была организована каждая осень выставка мировая. ТИБ, ТИРГУИНТЕРНАЦИОНАЛ БУКУРЕШТИ. И в 88-м году, я не помню, да, это был 88-й год, Чаушеску каждый раз перед открытием выставки, за день, за два, он вместе со своей свитой посещал некоторые павильоны самых известных стран. И когда он в том году посетил выставку Советского Союза, обычно как, перед выставкой, там подиум такой, сцена такая, и там танцы там народные, там все это, веселье такое, чтобы он когда вошел, чтобы все это... Я отвечал за этот концерт, который был. И за девушек, которые вручали ему цветы при входе в павильон Советского Союза. И вот когда он пришел на выставку вместе с послом нашим, я уже был там и ждал их с девушками с цветами, танцевали на сцене. Он подошел, ему подали эти цветы. Но здесь был интересный случай, что одна из девушек спрашивает меня, а можно я его поцелую в щечку? Девушки наши? Наши девушки, я знаю, из России были, да, откуда, точно не знаю. В национальных костюмах две девушки, которые вручали... Я был там рядом, были двое у входа, как мы называем, музыковеды в штатском, да. И я подхожу к одному и спрашиваю, вот наша девушка хочет это... Тот обалдел от этого вопроса, как крикнул один раз, нет! Он испугался, что такое может произойти. А Чевушевский подошел, взял эти цветы, он... Знаете, я до сих пор помню его взгляд. Он смотрел, и такое впечатление, что он ничего не видит, абсолютно. Что его ничего не интересует. Он был настолько отсутствовавший от всего, что происходило, что мне вот до сих пор вот этот взгляд, это его, это вот осталось память. То есть, предсыщенный полностью, да, такое было, или нет? Предсыщен всеми делами, или просто... Ну, видимо, видимо. Ему было не до этого. Просто по протоколу, он должен был это сделать, все, но это ему было настолько ни к чему. Вот это пустое выражение глаз, лица, какая-то озабоченность, какая-то отрешенность, которая меня настолько поразила, что я до сих пор вижу вот его лицо, его глаза. Да, вот таким образом я один раз его видел. Со всеми президентами Румынии вы встречались полностью, да, со всеми? С каким со всеми? Ну, там кто, кто там еще, Басевску был там? Нет, Басевску это уже потом. Сколько я там был президентом, был Ильевску. Вот он встречал наших руководителей, президента, премьер-министров. Я присутствовал на все эти встречи. А так я из президента знаком только с Константинеску. И, пожалуй, все, лично. Ильевску интересная личность была вообще-то так вот, как личность. Какое-то впечатление он ставил на вас? Вы знаете, я не то, что нервничаю, но все время задумываюсь, неужели я так заблуждаюсь, когда я вижу, как склоняют Ильевску. И так, и так, и копаются в биографии, чуть ли не он, не КГБ его послал там еще. Вы знаете, на меня он произвел очень хорошее впечатление. Потому что это действительно была личность. Я не знаю, как другой бы себя повел вот тогда, когда был этот переход после 22 декабря. И как бы все это... Сейчас очень много умных, понимаете? Вот задним числом такие советы дают. Так это должно было быть. Таким он должен... Это образовательнейший человек, который много чего повидал и много что чувствовал наперед. Ошибки были. У кого их нету? Особенно в тот период, когда страна переходила от одной системы в другую. Когда, в принципе, последняя страна была, которая переходила от коммунистического режима к демократии. Ну, пусть будет демократия. С этой демократией у меня свое впечатление и видение. Потому что, по-моему, только не демократия у нас. У нас какая-то анархия с претензиями на демократию. Так вот, у меня самое-самое уважительное отношение к этому человеку. Я встречался не один раз. Несколько раз встречался. Несколько раз даже беседовал. Беседовал один на один. Беседовал, когда он пару раз приезжал в Германию. Мне приходилось вместе с президентом Лучинским встречаться в таком узком кругу. Желаю ему здоровья. Ясно. А как вы попали в Германию потом? Вот вы побыли в Румынии. А потом уже это следующая ступенька, то уже вы стали послом Болдовы в Германии. Германия, Австрия, Швеция. Дело в том, что после двух лет... Дело в том, в январе мы открыли посольство в Румынии и больше не было никаких посольств. Я был до осени один на весь мир посол. То есть вы первый молдавский посол, получается? Я даже летом поехал в Лондон для того, чтобы отвезти документы на наше вступление в ЮНЕСКО. Потому что документы сохраняются в Лондоне. Штаб-квартира в Париже. Поэтому я выполнял какие-то миссии, которые должны были другие, из других стран это делать. Некоторые совещания международные, конференции и так далее. А осенью уже послом был назначен Лучинский. Однажды президент Снегур говорит, слушай, надо бы где-то нам открывать еще посольство. Я тогда предложил в Германию. Он говорит, ну давай поезжай в Германию, поезжай в Министерство иностранных дел, посмотри, можем ли мы там. А я поехал. Поехал вместе с консулом Леонидом Лупашко. Министерство иностранных дел. Мы заранее договорились, нас приняли там очень хорошо. Все сказали, что они от всего сердца так это... Но мы им сказали, что, вы знаете, мы вот хотим на паритете, мы вам дадим помещение в Кишиневе, а вы нам дадите здесь. Думали, что это получится как с Румынией. Потому что с Румынией нам все там дали. И квартиры, и помещения. У меня машины не было. Они дали машину где-то полгода посол страны, и не имеет чем ехать на приемы или на какие-то там переговоры. И Румыны дали машину одного из секретарей ЦК. Помню, как сказать, какой-то Рено... Рено 19 была. Ну, для тех времен это было, да, это французская машина. Это было нормально. С Германией такие вещи не проходили. Там никакого братства. Они говорят, а у нас это не принято. У министерства нет ни помещения, нет ни квартир, нет. Поэтому мы у вас будем арендовать или покупать, или строить. И квартиры тоже самые. Вы тоже самые у нас. Купите или арендуете у нас на это. Денег, конечно, не было. Но думали, как-то все-таки сделать. Но по приезду обратно... Как-то получилось, что в разговоре с Натальей Герман, дочкой президента, в разговоре о том, что... А почему в Германию? Наверное, в Вену ехать надо. Там ОБСЕ. Там Хофбург. Там есть эта международная организация, где что-то можно сказать, чтобы тебя все услышали. Поэтому, наверное, Австрия... И мы решили, поехали в Австрию. Ну, как мы поехали, как мы там устроились первое время, это отдельный разговор. Нас никто не признавал. С нашими дипломатическими паспортами. Не хотели давать квартиру никто в аренду. Не знали, что такое Молдова. Еле-еле нашли какое-то здание темное, четырехкомнатное, квартиру для посольства. Не хотели нам давать по перечислению... Не принимали по перечислению деньги. Потому что не знаю, что это такое. Только наличными. В стране была ужасная ситуация. Иногда по два-три месяца не получали зарплату. В чужой стране. Ну, как-то так держались. Выжились. Да. И в конечном итоге понемножку, понемножку помогали те, другие. И был наш соотечественник Боря Дубирный. Да, Боря рассказывал как раз. Который нам очень много помню. Он тогда там была известная личность. Он очень хорошо играл на скрипке. Афиши по Вене были. Он загримированный как Штраус. Он очень похож был. Со скрипкой. Потому что он играл в лучших ресторанах. И имел уже свои знакомства. Он, Тульчинский, Яша из Бельцоба. Царство Ему Небесное. Очень нам много помог. Другие, те, которые были из Молдавии, помогали просто нам. А Дубирный просто сделал. Был еще наш Остап Бендер. Балога Валерий. Тоже его нет уже. Но у которого история такая, что можно написать в другую книгу, подать этот материал Ильфа и Петрова. И вот я говорю про Борю. Я всегда говорил, это талантливейший человек. Жаль, что он ленивый. Потому что он очень далеко бы пошел. Очень далеко. Но всегда помогал. Всегда. Если ему скажут, давай Боря, для этого он всегда берется, делает это. Это хороший наш друг, в общем-то, посольство был. Сейчас он часто в Кишиневе бывает. И вот таким образом мы открыли в Вене и правильно сделали. Потому что очень много нам пригодилось ОБСЕ, где можно было сказать, что происходит. А тогда происходило очень много, особенно с Приднестровьем. Информация должна была быть от нас для всего мира, а не откуда-то в своих интересах. И вот там работала в основном от посольства Наталья Герман. С прекрасным английским языком. Когда надо было и с немецким. И которая говорила о тех проблемах, которые у нас есть в основном с Приднестровьем. И ей верили, потому что все знали, что это дочь президента. И у нее информация с первых рук. С первых рук, да. Она тогда опыт большой заимела. Поэтому быстро, наверное, пошла вверх. Долгая, скипоста. А ты не думаешь, что... Не жалеешь в том, что ты не пошел дальше по дипломатической линии, а пошел в научную работу, в культурную работу? Нет такого сожаления? Нет, подожди. А что значит? Меня из Вены... Я очень сожалею об этом, потому что работал там один год. Только открыл посольство. Меня отозвали. Михаил Попов уже был министром, который тоже работал в советском посольстве, благодаря которому я, в общем-то, попал в дипломатику. Он меня отозвал из Вены. Он мне позвонил и говорит, как ты устроился? Я говорю, о, спасибо, все хорошо. Это действительно для меня Вена, как для музыканта. Филармония, театр. Кельская опера. Он говорит, да, я рад за тебя, но мне не с кем работать. А ну давай, приезжай домой. Первым замминистра. И мы работали вместе два с половиной года. Я отозвал на должность первого зама. Так что я пошел вверх. Опять-таки, все очень случайно. Все как-то... Я сейчас как вспоминаю, я даже думаю, видимо, где-то начертано каждому человеку судьба, по каким тропинкам он пойдет, даже не думая о том. Ну да, вот если сейчас, вот если, Григорий, ты рассказывал, что ты работал на молдавском радио, на молдавском телевидении. В самом начале тогда. Это же из телевидения в дипломатию. Ну вообще, я консерваторию закончил как ларнетист. А потом пошел уже на телевидение, на радио, где как-то чуть... Опять-таки, тоже музыковедческая уже деятельность. А потом так получилось, что атташе по культуре, потом генеральный консул, потом посол, первый замминистра иностранных дел. А после этого направили послом в Германию, где проработал почти 4 года. И оттуда я уже был аккредитован по совместительству в Швеции и в Дании послом. Но проживал в Берлине. То есть, получается, ты вручал грамоты одному королю и второму королю? Ну да. Да. То есть, ты знаком с королевскими особами, будем говорить так? Да. Вот в Швеции королю Густаву XVI вручал грамоты. После этого мы беседовали один на один. Он в форме такой, там, морской, красивый. Они всегда готовятся, те, кто получают грамоту, при беседе один на один, знакомятся со страной, что-то должно сказать. И он мне говорит, ну, так у нас есть много общества. Я говорю, да, конечно. А, про королю XII, да? Что-то я ему говорил про королю XII, который в Бендерах. Говорит, да, 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 вот всю эту историю. На что он мне говорит? А знаете, что еще между нами? Ну, интересно. Говорит, из нашей кухни к вам перешли голубцы. Ну, я здесь был очень не согласен. Голубцы у нас были. А этих голубцев сотни сортов. И, может быть, на их кухне тоже были какие-то сорта, но никак они не перешли к нам, потому что голубцы у нас испокон веков. Вы не за разом называете, у королю Голубцев, да? Я должен был как-то дипломатически это делать. Говорить ему там и там. Ну, была такая беседа. Дело в том, что в то время, во всяком случае, и в Швеции, и в Дании, я разговаривал с некоторыми представителями министерств, ходил в несколько министерств, чтобы уладить какие-то отношения экономические, культурные. Ну, за один раз, что можно. Но почти открытым текстом, и в одной стране, и в другой стране говорили, что, мол, мы не хотим вас очень сильно обнадеживать, потому что у нас наша головная боль прибалтийские страны. Советские, Латвия, Литва, Эстония, которых мы должны как-то понять и помочь после того, как они были в составе Советского Союза. А мы, мол, в Молдавии далековато, еще придет время же, сейчас уже, слава богу, открыто посольство уже и там, и там, и мы открыли. И уже какие-то, есть уже какие-то отношения, другое дело. Тогда это было все символически. Ну, вот, как короля. Давайте мы сейчас перейдемся на рекламу, чуть-чуть. Дорогие друзья, давайте мы сейчас посмотрим рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дальше будет тоже очень интересно. Реклама. Ну что, спасибо, дорогие друзья, что вы с нами оставались. Опять нас смотрите. А в гостях у нас академик Ауреан Данила. Дорогие, теперь вопрос уже, вы про посольство поговорили, вот к вашей европатической работе. Я же знаю, что вы еще были председателем театральных деятелей Молдовы, насколько мне известно. У вас очень, и вообще возглавляли институт национальной памяти. Да, я был председателем театрального союза, но меня исключили из союза. Почему? Господин Греку, который собирался опять стать председателем второй раз, что-то ему не понравилось, и он решил каким-то образом меня отстранить от союза. Может быть, видел меня опять конкурентом. И он дал указание, кто не заплатил взносов за два месяца, исключили. Хорошо, а вот институт национальной памяти. Это же, понимаете, мне кажется, что в нашей стране, очень много таких вещей, у нас меняется история. Мы были 100 лет в Российской империи, мы были 25 лет в королевстве Румынии, мы были 50 лет в Советском Союзе, сейчас мы уже 30 лет независимая республика. Вот я сейчас увлекаюсь историей Кишинева, я понимаю, что все так замешано, что историю пишут, при царе была одна история, в королевстве другая, при Советском Союзе третья, сейчас четвертая. Как вот этот институт национальной памяти, это собирает все? Потому что я, например, считаю, со своей точки зрения, про Кишинев собираю. Надо же людям рассказывать, в каком городе мы живем, в какой стране. Огромные традиции всех народов тут живущих. Насколько мне кажется, что вот этот институт должен этим заниматься. По-моему, этим и занимается, насколько мне известно. Потому что я книги видел, изданные при помощи Академии. Например, я помню, вот я сказал про кофе, это из Болдина была, в Академии наук вместе с Российским культурным центром издали русскоязычные писатели Бессарабии, там, где Куршеван был, вот эти вот вещи. Много такой работы делается вообще, и делалось. Ну, здесь этими вопросами в основном занимаются два института. Институт культурного наследия и Институт истории. Я особенно вот не вникал в историю как таковую. Меня всегда интересовалась история музыкальной культуры. А вы же книгу написали про оперу в Болдавии, в Бессарабии. Правильно, так я говорю, музыкальная культура. Поэтому здесь я могу сказать, что история нашего края, нашей страны музыкальная имеет свою специфику, имеет свои корни. Этим я и занимаюсь. А все остальное я могу прочитать и что-то для себя делать, какие-то выводы, но только для себя. Я никак не хочу навязать кому-нибудь свое мнение или суждение о каких-то других проблемах истории, потому что знаю, есть специалисты именно в этой области, сильнее меня. То, что сильнее меня, просто сильнее. Вот они пусть и высказываются. Меня никогда не интересовало с точки зрения истории что-то другое, чем... Нет, конечно, если идет речь о культуре народа, который имеет те же корни, тот язык, та же культура, те же обычаи, те же... Это другое дело. А какие-то другие моменты исторического плана, я бы не осмелился как-то высказаться прилюдно. Но музыка же тоже это самая же история. Согласитесь, что у нас же, вот я увлекаюсь историей парка Штефана Челмаря, Пушки, это благородное собрание, где был шикарный зал на 800 мест. Когда начинаешь, потихоньку поднимая, какие оперные певцы сюда приезжали. Когда начиналась молдавская опера, это же тоже история. Это, будем говорить, немножко другая страничка нашей истории, истории города. Именно с точки зрения оперы. Это что же... С точки зрения оперы... С чего бы начать? Значит, давайте так. В 17-м году вся интеллигенция румынская, писатели, композиторы, художники тогда перебрались в Яссо во время войны, да? 16-18. Отсюда с Кишнева, да? И они переехали в Яссо. В это же время в Яссо оказался и великий композитор, дирижер, скрипач, пианист, педагог Жоржи Янецку. Случайно встретились вместе с Униссором Гибу в Яссо, который пригласил Янецку в Кишневу. У Янецку был уже свой оркестр в Яссо организован. Янецку приехал 24 марта в Кишневу по приглашению Янецку в Рыгиму с концертом, с тремя концертами. Концерты должны были состояться 24, 25 и 27 марта. 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 24 и 25 концерты были. Он выступал как дирижер и выступал как скрипач с этим симфоническим архивом. А 27 концерта не было. В этот день, вот там, где сейчас второй корпус Академии музыки, на... Ну да, на Матерьевича. По Матерьевича. Пардон, не в этом, а где первый корпус, где был сельхоз. Да, институт. На втором этаже, там зал, там 27-го был подписан документ о декларации объединения, да? В Нире. С Румынией. И где-то в обед унисфер Гибу с этой декларации пришел к Ионеску. А Ионеску жил дома у Владимира Херца. А где музей потом был? Вот который на Штефана, музей, который только снаружи отремонтировали, а внутри еще... Все разрухали. Да, вот в этом красивом здании жил примаржер Херца. Когда сказали Ионеску, что у него концерты сегодня были, Ионеску очень обиделся. Но когда узнал, почему, Гибу пишет, что Ионеску прослезился. И сказал, что ну ради такого случая. А дело в том, что концерты были где кинотеатр Патрия, да? Благодаря собранию. Да. И вечером в связи с тем, что был подписан этот документ, устроили банкет. Поэтому отменили концерт. И Ионеску потом вспоминает, что он был участником этого банкета. Что он был счастлив быть на этом банкете. Так вот, будучи тогда в Кишиневе, и увидел, какая здесь публика, а приняли очень хорошо его концерт, он сказал, что в Кишиневе надо обязательно организовать оперный театр и консерваторию. И он оставил троих музыкантов из оркестра. Те давали концерты камерные. Среди них был Жан Бобеску, первая скрипка оркестра. И 6 августа 2018 года уже в Кишиневе состоялась первая опера. Они организовали оперный театр. И был спектакль «Фауст». И таким образом обосновалось первый театр оперный в Кишиневе, который просуществовал около трех лет, где пели знаменитые артисты, как из Бухареста, приезжали из Киева, но из Петербурга и Москвы тоже. Потому что многие оттуда в это время убегали на запад, останавливали в Кишиневе. Многие певцы, особенно которые были родом отсюда, из Кишинева. И где-то два с половиной года здесь был очень большой репертуар оперный. И таким образом первая опера была. А в 2019 году уже, в январе месяце, была создана первая консерватория. И ректором была назначена певица Анастасия Дическу. Родом из Галешт, недалеко от Страшенского района. Отец ее был Павел Дическу, знаменитый человек, окончивший в Магнебурге философский факультет. Был очень состоятельным, имел свои заводы, свои имения и так далее. Маршал Нобелимий Басарабене. Ну и потом, после 18-го года и по 40-й, были открыты еще две консерватории до 40-го года. В Кишиневе? В Кишиневе, да. После той, в которой 19-го была городская консерватория. И еще одна была частная консерватория. А в 40-м году объединились все представители этих консерваторий. И образовалась первая советская консерватория, Кишиневская, государственная. Лидия Липковская, знаменитая «Авиасмир», Да, она преподавала в этих консерваториях, а потом один год она преподавала и в государственной консерватории. Ты знаешь, что на Стырчу вроде, Алексея Стырчу учила, где-то читал в Емуаре, что она... Да, да, Алексей Стырча, да, да. Она писала потом из-за рубежа, все время спрашивала, что делает Алешенька. Да. Видите, и Марьян пишет эту самую музыку, получается, по стопам отца тоже пошел. Да, да. Ну, отца я знал очень хорошо. Это был интеллигентнейший человек, культурнейший человек, образованнейший. Когда я работал на радио редактором, он работал в оркестре певцом. Баритон очень красивый был. Ну, и композитор, он написал оперу «Домника», которая шла у нас... Вообще, жаль, что он так быстро ушел, потому что 55 лет, по-моему. Мне, знаете, что очень нравится, я вот еще хочу рассказать зрителям. Я когда читал мемуары Липковской, мне нравится, когда она рассказывала, что как она после премьеры в «Метрополитенопера» шла с бокалом шампанского, и, говорит, слышу родную речь, земляки, бессорабцы. И она подходит, а есть женщина говорит, я вас слушала два раза. Сегодня в Нью-Йорке, а до этого в Сороках. Потрясающе. Вот эта вот фраза «Звезд мемуаров», это, понимаете, так как-то и в Сороках слушали оперную музыку, то есть вокал. Что же говорить о том культурном потенциале, который был в нашей стране, это всегда. Янецку после 18-го года, когда я говорю, вот три концерта, он выступал вообще в Бессарабье, сколько я насчитал, 41 раз. И в основном в Кашиневе, Бельце, Кагуле, Белгороднестровске, в Сороках. Приезжал по несколько раз в году. В Бельцах была его ассоциация, его имени, большая библиотека. Он гонорар оставлял все время там для поддержки этой ассоциации. И приезжали очень многие из-за рубежа. Был довольно насыщенный культурными делами Кишинев. Да, но это приятно ощущать, что, в принципе, потом, правда, и в советское время у нас тоже была и консерватория, и филармония, увы, которая непонятно почему-то не восстанавливается. Очень обидно, потому что такое здание, где такая культурная жизнь происходила в нем, кто такой в ней не выступал. Это тоже очень жалко. Я думаю, когда все-таки государство возьмет и построит опять филармонию, потому что не может быть столицы без филармонии, моя точка зрения. Я вот часто проезжаю мимо стадиона «Динамо», дом Липковский. На Щусево, угол, где шахматная... Ну да, ассоциация сейчас. Да, ассоциация. И я так завидую, почему шахматы там, а не в этом доме, не... Не оперная студия какая-нибудь. Или музыкальный союз музыкальных деятелей, или театральный союз, или что-то связано с тем, чем занималась Липковская. Это дом ее родителей. Она приезжала все время и жила в этом доме. Так, в принципе, опять же, ты же биешь. Мария Чеботарь тоже это все же, это все же. Я знаю, что вы сейчас это все же книги пишете как раз про... Ну, с Марией Чеботарь было... Было постановление правительства насчет улицы. Да, до сих пор улицы Мария Чеботарь нет. И не могли находить место, где... Я предложил, и с моим предложением согласились улица Мария Чеботарь до Штефана. А дальше, рядом с театром до конца, чтобы была улица Мария Бьешь. Угу, да. И было бы как продолжение, и около театра, и все говорят, да, 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 но так и ничего не делалось. Или памятник Чеботарь. Когда я еще был Урикяну примаром, еще 22 года тому назад, 23 года назад, решили поставить напротив... Как это называется? Это дворец... Дворец... Республики. Республики, да. Напротив, там даже есть... Ну, там скверик такое есть. Место, да. Что там будет память. До сих пор ничего не сделало. Конкурс был, был даже, кто выиграл этот конкурс. Но так до сих пор еще ничего не делало. Вроде бы сейчас, вот с новым начальником культуры, Валентина и Волонтир, очень энергичная девушка-женщина, вроде бы что-то и по улице, и по памятнику, что-то двигается, вижу, мне звонят, спрашивают, интересуются. Это значит, где-то что-то началось в этом плане делаться. Я так думаю, что что-то делается в Примарине. Поэтому... Ну, потому что сильно, это же, будем говорить, наши соотечественники, которые на весь мир известны. Молдова за ними гордится. Это же Бьешу, Чеботаре, все, тоже Липковская, которая, весь мир знал, что есть такая страна, откуда эти певицы. Липковская тоже должна быть улица. Понимаете? Потому что, я не знаю, она работала в Тимишаре, она столько пела в румынской опере. Она здесь ставила, в Кишиневе, ставила спектакли. Пела здесь. Личность, которую Римский Корсаков аплодировал, сказал, что... Пела с Шаляпином. Это личности, о которых мы очень мало. Или ничего, не знаю. Чеботарь, пока была у нас улица... Чеботарь до этого была в Дрездене, в Берлине, в Зальцбурге, в Вене. Есть улица Марии Чеботарь? А у нас не было, да? А у нас не было. Теперь, слава Богу, уже хоть улица хоть есть. Поэтому, к сожалению, еще мало занимаемся этими проблемами. И, знаете, я меньше всего хочу винить кого-то. Потому что эти проблемы должны все-таки снизу, чтобы они были будоражены, чтобы заставить верхи заниматься этими делами. Пока не заставишь, там некому этим заниматься. Да, и не до этого. Все равно я считаю, что в любом случае надо с детства школьникам рассказывать об истории страны, об истории города, о великих людях нашей страны. Совершенно верно. Потому что вот у меня тут на передаче был Денис Рожка, который написал золотую книгу Молдовы. И плюс, значит, издал книгу о выходцах, о евреях, выходцах из Бесаби. Он говорит, что министр финансов в Бразилии с гордостью говорит, что его бабушка и дедушка родом из Бесарабии. Понимаете, какая ситуация? Третье поколение, и он говорит с гордостью, они оттуда. То есть, вот почему? Вы должны же детям говорить, вы должны гордиться своей страной, гордиться своим городом, потрясающим нашим Тишиневым, который красивейший город, с богатой историей. Это же очень интересно. К сожалению, мало этим занимаемся. К сожалению. Но есть еще один момент, который меня не то что волнует, пугает даже. Не хочет молодежь заниматься этим делом. Мы в Академии думаем о том, что завтра, послезавтра некому будет учиться в докторантуре. Не хотят. Я имею в виду в области искусства в первую очередь. С остальными областями то же самое. Но в области искусства кошмар. Я понимаю, что есть объяснение. Мало оплачивается. Очень мало оплачивается после того, как ты занимаешься всю жизнь искусством. И в конечном итоге получаешь то, что получаешь. Конечно, все думают о том, как бы заниматься экономикой, юридической деятельностью. А легче всего уехать. И что-нибудь делать. Может быть не лучше, но во всяком случае быть не дома. Очень и очень плохо. Я кому-то говорил, говорил о евреях. Мне не хватает евреев. Потому что музыковеды, музыканты евреи, когда были здесь, был другой уровень немножко. И потом, те музыковеды, у которых я учился, там Шехман, Ткач, Либануйлов. Их уже нету, а другие не пришли вместо них. Есть некоторые еще молодые, или очень молодые, другого уровня. И не видно, чтобы кто-то еще интересовался, интересовался проблемами искусства. А в Румынии интересуются, у соседей в Бухаресте? Интересуются там? Или там мировая идет тенденция? Дело в том, что страна-то больше. Поэтому есть откуда еще что-то черпать. А там проблемы такие же. Уезжают. Уезжают и мало. Раньше было больше. Раньше были более серьезные в этом плане деятели. Сейчас только те, которые остались из старого поколения, на чем еще держится вся история искусства. То есть вы считаете, что и у нас потихоньку надо будет сходить на нет все? Из-за недостаточного финансирования? Из-за того, что нет людей, кто этим интересуется? Тоже будет... На сегодняшний день, да. На сегодняшний день очень мало. Я оптимист по натуре. Я понимаю, что хотим и не хотим, но история, она волнообразная. Если мы сейчас идем вниз с этим... не внизу, а еще идем вниз? Я думаю, что мы еще идем вниз. Идем, да. Но придет то время, когда все поправится, все будет не так, потому что объяснение есть. Каково положение в стране, от этого зависит все развитие во всех направлениях. у нас сейчас очень такое волнистое время, но с надеждой на то, что все-таки мы дойдем до этого дна, для того, чтобы подняться потом на уровне цивилизованных стран. Я... Знаете, вот у меня есть, вы говорите, одна наша Кишиневка, живущая сейчас в Испании, Наталья Селина художник, замужем за испанца, который знаменитый фотограф там, он говорит, у вас 16 театров в городе. У нас нет в Испании, столько театров. То есть, в Кишиневе 16 театров, включая у нас есть опера, у нас есть органный зал, у нас русские, румынские театры, все это фестивали проходят еще пока. Мы не говорим про ковид, а вообще, там же были фестивали, и вот КРЭУ, их покойный Хармелин делал фестивали, ван-мен-шоу фестивали были, то есть, Инвита Мария Биешу сюда приезжали, все существует же культурная жизнь до сих пор в Кишиневе. И по-моему, не на самом плохом уровне, мне так кажется. Или я так хочу просто в это верить? Нет, дело в том, что я когда говорю последнее время, вот имея в виду последние 2-3 года, у нас очень сильно подкосило то, что было хорошо, сильно подкосило вот пандемия, которая не только нас, все весь мир. И эта остановка, о которой я говорю, связана вот с этой пандемией. потому что как ты можешь развиваться, когда оперный театр, где около 600 человек работают, и спектакли идут так иногда, потому что то не разрешают ползала, то не разрешают еще что-то, то не разрешают репетировать. Это правильно, потому что надо как-то пресечь вот эту пандемию, но это никак не способствует росту профессиональному, это никак не способствует экономическому росту. Поэтому мы находимся, вот что касается искусства, мы находимся в очень нехорошем положении. Будем надеяться, что... Вы думаете, опера как искусство не умрет, останется? То есть, в принципе, это все-таки жанр немножко другой, сейчас есть и кино, есть драматические театры, все. Оперу все-таки гораздо сложнее слушать, потому что тем более сейчас она поется на языках оригинала. Что по-вашему, будет жить опера вообще в мире? Или это тоже уже идет как вот тот же бардовская песня, которая была в Советском Союзе. Прекрасно понимают, что идет такой спад, но нет, пока не умрут последние исполнители, то молодежь в этом жанре уже нет. Опера будет жить? Она не может не жить, потому что Верди, Пучини, Чайковский, Вагнер, они есть, есть их произведения, которые не могут быть, не могут забвению отдавать все это. Они будут звучать в любом случае в той или иной форме. Но не все же будут их слушать. А если они будут исполняться, их будут и слушать. Классическую музыку надо учить слушать. Это же не легкий шлягер, который ты можешь мыть посуду. Это просто у меня была книжка такая, вопросы хай-фай воспроизведения звука, где писалось, как надо дома устроить. Ну, советского периода, болгарского, такая толстая книга, где писалось, как надо ставить динамики, чтобы звук... но потом в конце было потрясающее резюме. Если вы хотите слушать музыку, когда вы чистите картошку или моете пол, купите себе приоль 2-го класса и еще не заборачиваетесь. Понимаете, какая ситуация? Когда ты работаешь, огромное количество легких шлягеров, которые песни однодневки, заполнили эфир, вот это... Классическую музыку надо прививать детям, надо водить в театре. Это делается у нас? Все зависит от воспитания. Все зависит от того, кого мы хотим расти. В школах еще очень мало что делается в этом плане. И я не понимаю, почему неужели непонятно, что мы нашего зрителя, да вообще культурного человека, должны начать с детского сада заниматься этим. Вы посмотрите, даже в советское время я ездил в прибалтийские страны, да, в Эстонию, в Ратвине, они заканчивают общеобразовательную школу, они салфижируют, они все проходят через то, чтобы петь в хоре, они знают музыкальную историю, музыкальную культуру на уровне наших музыкальных школ. В школах общего образования. Поэтому, когда они там становятся инженерами, там, или еще кто-то, они с удовольствием идут в оперный театр, они с удовольствием идут в филармонию слушать симфоническую музыку, они становятся начальниками, и они идут слушать вот эту музыку от Бога. классику. В Германии я бывал на некоторых их праздниках. У нас, когда праздники во дворце делаются концерты, так там все, что хочешь, все жанры, все это, вот, это наша специфика, да? В Германии концерт праздничный могут исполнять ораторию чью-то, стават матер, сначала и до конца, и концерты делаются в соборе, официальные концерты, куда идут министры, куда идут самые верха, и слушают это, и слушают с большим удовольствием, с наслаждением, а многие приходят с партитурой, следят по партитуре, не важно, что он министр строительства или финансов, он получает удовольствие, потому что у него было это воспитание самого-самого. Мы, к сожалению, не занимаемся этим, в достаточном мере, во всяком случае. Поэтому результаты иногда получаем те, которые получаем. И это не пустой разговор, что экономика зависит от культуры. Совершенно нет. Мы хотим быстро, 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 а общество цивилизованное, культурное, оно делается совершенно по другим методам, по крайней мере, которые были до сих пор. но я все равно смотрю, что вы остаетесь оптимистом. Да, в любом случае. Ну что, что-то на этой оптимистичной ноте, дом, Ариан, мы закончим ваш вечерний разговор. Очень было интересно, спасибо за эти исторические экскурсы в историю молдавской дипломатии и в историю молдавско-оперного искусства. Это очень интересно, это история нашего города, история нашей страны. Большое вам за это спасибо. Спасибо за приглашение, я действительно уверен, что нас ждут хорошие, интересные времена. С вашими устами в доме отпить. До свидания, дорогие друзья. Большое вам спасибо.